Ванный комплекс Тургай Сегодня обзор на него, посмотрим сразу Прайсы Товары И чем почва Легкая Снимает напряжение, прогрев Парение Помывка, скрабирование Классика, авторская Ну а с тобой Анатолий Жарпарков Из Казани Поехали делать обзор Зовите начальство Добрый день, разве видеться Тургайские бани Там слышали мужской такой смех Привет Добрый день, меня зовут Эдгер Я являюсь одним из собственников банного комплекс Тургайские бани Сегодня мы покажем Все секреты надо будет рассказать Рум-тур, так сказать, как все любят Поход, осмотр Что где У нас здесь сейчас, во-первых, есть вот такие браслеты Чтобы проходить Все компьютеризировано Прямо пойдешь В ресторан попадешь Налево пойдешь Или это направо Налево пойдешь В мужской разряд попадешь Направо пойдешь В женский разряд попадешь Здесь две парные Мужская и женская И общаковая Правильно или неправильно? Да, все верно У нас два разряда Мужской и женский разряд Работают с понедельника По понедельник Это значит каждый день В неделю вы можете посетить нашу баню Также у нас есть семейные дни Это воскресенье И среда То есть вы можете прийти с семьей То есть в мужском разряде Сидеть вместе с аром всеми То есть и мальчики И девочки И детишки, конечно же Вот, все Начать по-хорошему Надо было бы с мужской раздевалки Но Я хочу сразу обратиться К владельцам банных комплексов Которые меня смотрят Я одну вещь покажу Прямо так, мельком А вы сюда звоните Спрашиваете, зачем она Хотя вы уже знаете Зачем она Вот такой вот терминал Ничего говорить не буду Вы сами в курсе Такие сейчас Вау И это есть И это Все есть У него Звоните ему Пишите Пусть он вам рассказывает Что-то такое И Продает Я вообще офигел Когда узнал Что это Ну что, пойдем в мужскую Так Пау Мужской Разряд Вдруг там кто есть Никого По красоте Смотрите Смотрите Вот здесь дизайн Серого цвета Там дизайн Серого цвета То есть везде Все что мы увидим Будет В различных вариациях Темно-серого Светло-серого Белого Большой зал Со шкафчиками Хотите посмотреть Мои Трусы Сейчас увидите Шутка Это не для нервов Есть где на себя Посмотреть На красавчика Я на себя смотреть Не буду Потому что Огорчаюсь Использованные Тапочки Все дают Тапочки Там Да ладно Посмотрим Что мне дали Мой рюкзак Походный Это майка Не трусы Смотрите Простынь дали Полотенце дали Шапочки Там Эти Тапочки Еще вот эту Оборачивалку То есть Это все входит Смотрите Шкафчик Еще вентилируемый Чтобы это Не заплесневело Ничего Все по красоте Телек Крутят Что происходит Кстати касаемо Вентиляции Ты хорошо заметил Этот момент Может быть Тоже другим владельцам Это будет полезно Всего Вот такая мелочь Такой нюанс Запах Шкафчик Сразу пропадает То есть Даже те У кого Действующие банные Комплексы Если вы чувствуете Открываешь Прямый запах Чистого Белета Потому что Мы раздеваемся Все в своем Белете Которые пришли Он здесь Остается Вот эта мелочь Эта штука убирает Даже в том шкафчике Где это присутствует Это общая Канальная вентиляция Какая-то Проходит Нет Зачем Это просто В задней стенке Пробиваете Два отверстия Вот мы здесь Сверху И снизу Важно именно Сверху И снизу Для того Чтобы как раз Обмен воздуха Вот и все И все Общая красота Мы можем сюда зайти Нам нужно туда зайти Заходим Видите То есть Это мы сейчас Переходим В мужской разряд У нас вот такой Зал Зал у нас Посадочных мест На 100 человек То есть Он у нас Состоит из первого И второго этажа Первый этаж Это у нас Общие столы Вы их видите То есть Общая посадка За общими столами Там у нас В конце Бар То есть У нас Не просто баня У нас Полноценный ресторан То есть Полноценное ресторанное меню То есть Баня Где вы можете Посидеть Покушать То есть Просто Придти попариться Либо К примеру Там отметить Как принято В Татарстане Это вам не Санкт-Петербург Где-то дадут Сушечку Чаечек И все Свободен Здесь все Как надо Это Татарстан Тут просто не пойму То есть По-другому Как-то будет Выглядеть Комплекс Банной Первый этаж У нас Какой общий Здесь Второй этаж Мансардный Где расположены Кабинеты Индивидуальные С левой стороны Вы видите Они занавешены Там первым Пять кабинетов Здесь индивидуальные столы Тоже для отдельных Для важных встреч И переговоров Можно сказать Да А вот тут Была надпись Индивидуальные кабинеты Это как раз Это туда Можем подняться Сверху Как раз Панорамно Его и так видно Давай лучше пойдем В сторону Моечной Помывочной Массажи Спа Так Ну тут всякие Безалкогольные Не только напитки Наверное Снимать по закону Нельзя Поэтому ничего Снимать не будем Зато есть Как в любой бане Во Хороший Пожалуйста Настольные игры Вархаммер Там 40-тысячный Монополия Все что угодно Идем В моечную Пройдемте В моечную Посмотрим Парную Все коммуникации Убраны Их даже не видно За счет Вот такой вот Решетки потолка Светильники Офигеть Красота Нержавейка Долговечная Тоже Нержавейка Эта кранка Отсечка Получается По пожарным нормам У нас Они должны Отсекаться То есть Здесь вот у нас Получается Стоит Пожарный Сухотруб Сверху Красиво Динамично И Изи Стимовские Обливные Устройства Стоят Каскады Бывалые Сколько Каскады Стоят По времени Это комплекс Достаточно Новый Почему Выбраны Были Эти Каскады На мой Взгляд Можно Говорить Что На мой Взгляд Это Лучшие Можно Поэтому Они Здесь Были Выбраны Опять Основывались На свой Опыт На Опыт Наших Банных Комплексов Мы Различные Ставили Обливные Устройства И Это Зарекомендовало Практичность У своей Ну И В принципе Функционал Он Разбрызгивает Прям Просто Сверху Вы Видите Огромное Количество Трупов Это Все Вентиляция Вентиляция Еще Раз Вентиляция Это Ультрафиолет Я Тоб Хотел Скать Первый Раз Вижу Ультрафиолетовые Лампы В банном Комплексе И Включают На Ночь Где-то На Час Или На Полтора И Все Бактерии Микробы Все Убиваются Это Очень Крутое Решение Притом Оно Копеечное То есть Они же Пипец Недорогие Вообще Сами По себе Да И самое Главное То есть Они Не просто Включаются Они Включаются В разрыв Датчика Движения То есть Если Не дай бог Кто-нибудь Персонал Заходит Во время Работы Эх Лампах Они Сами Вообще Крутое Это В больницах Во всех Используют Во всех Медицинских Кабинетах Поликлиниках Я знаю Только одну Баню Коммерческую Куда Заносят Маленький Детский Переносной Приборчик Саму парную Там Для детей Есть Тоже Такие Вещи Для Обеззараживания Второй Раз В жизни Вижу Очень Круто Еще Что Видим На потолке Точечные Светильники Направленные Весьма Интересное Решение И Большие Светильники Такие Большие Тоже Имеются Массивно Мощно На пивной Кран Похоже Струя Нормальная Все Чемно Благородно Так А тут Шайки И Всякие Фишки Для Того Чтобы Можно Было Помыть Человек Поскрабить Набор Мыла Имеется Даже Медь О Бэтпласт Табурец Ступенька Клевая Вещь Ну Это Все Тепленькая Хорошая Такая Вот Вещь С подогревом Да Было Приятное Ждать Адыхать Так Та-дын-тын Та-дын-тын-тын Та-дын-тын-тын Это Ледяная Проходная Купель А вот Проходная Купель То есть Ты вот так вот Крутяк А там комната отдыха для тех, кто воскуривает фемиамы и кальяны. Общая парная. Зайдем посмотрим. Это относится к пожарной части. Это относится к что-то повесит. Плитка шершавая. Трапик тонкий, интересный пластик. Лишняя защита не помешает. Видим сливы. И огромнейшая парная, которая сделана в виде буквы В. Вот так вот. Очень интересное решение. Посмотрите. Раз ярус, два ярус, три яруса, три яруса. По ширине можно лежать. То есть это не узкие ярусы. Это прямо широкие. Освещение. Все освещение находится за деревом. Приглушенное. Мы быстро ушли от этих ламп. Опять-таки полагается на свой опыт. Потому что какие мы как лампы не пробовали, размещая их в потолочном пространстве, они лопаются. То есть они нагреваются до высокопредельных температур. Затем парильщики начинают, например, облевать стены. И в принципе стекло всегда лопается. Мы очень много различных попробовали. И в принципе вот остановились именно в этом комплексе. На светодиодной ленте достаточно хороший материал. И себя хорошо зарекомендовал. Убираться удобно. Здесь все отодвигается. Вот я вижу там пол. Уже все. А пол уже все под полагу можно пройти? Да. Вентиляция. Сейчас, подожди. Вентиляция. 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 Сейчас, сейчас, сейчас. Чужие. Так. Там даже вон шланг помыочный. То есть все можно окатить и промыть просто водой. И дальше там и не просто водой, а тем, чем нужно. А что за дерево используется? Это термированное, судя по всему? Конечно, конечно. Это термообашь у нас стоит. Получается термолипа, термоосина в зависимости от расположения. То есть именно все проработано. И если сейчас еще одну штуку интересную покажу. Ну, это тоже наши идеи, которые мы здесь, так сказать, воплотили, сделали и организовали. Я думаю, ты такого тоже нигде не видел. Сейчас я тебе покажу. То есть, во-первых, сначала объясню про индивидуальных банях. Да, как бы сейчас это модно, это общие пары, которые проводятся в определенное время. То есть перед этим временем необходимо вам поварную подготовить. То есть, если понежно, то что жарко тебе станет. Это точно. Готовить, что это значит? Это ее проветрить необходимо, облить стены, да, влажность допустимую сюда доставить, когда здесь организовать. И, как правило, это делать парильщик. А парильщик – это человек. Тут, соответственно, у нас срабатывает сюда человеческий фактор. Он там забыл, там запутался, забегался на парение, да, там где-то задержался. И что у нас происходит? У нас люди сюда подошли ко времени. Папорная не готова. Парильщик предгает, начинает выставить, делать, 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 делать. Либо люди здесь сидят, надо их там сподоражить, да. Я люблю много говорить. А теперь сейчас я немножко толчусь, да, ты потом в тайминге перемотаешь, потому что мне надо дойти, да, вручную, чтобы выключить. Потому что автоматически оно включается у нас в определенное время. Сейчас я ее вручную запущу. Сейчас я паузу поставлю. Так. Сказали паузу не ставить, показать все как есть. Ладно, паузу не ставлю. Пока вроде ничего не происходит. Ой, что это было? Ой. Начинается магия. Как-то это быстро у тебя вышло. Ураяльные гости, сейчас будет проводиться проведение порной. Просим вас перейти в зону отдыха. Это не займет много времени. Ах, проведение. Да, да. Как в кино. Ну и, соответственно, дальше вот эта программа, которая модно также индивидуально под порной, она устраивает, начинает арабатывать автоматик. Включаю вент-установку. Все, она говорит вент-установку, и ты слышишь, что у нас как раз... Просим вас перейти в зону отдыха. Вент-установку, это не займет много времени. Да, если не займет много времени. Через суп от труб, соответственно, как и сейчас будет открываться краник, который находится там, да, в прыжке. И, соответственно, вода вокруг у нас тоже попалет. Только, 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 только взойдет. Вот. Цикл, в зависимости от парной, можно настроить по-разному. У нас это, к примеру, проветривание 10 минут. То есть, я прив стены в конце 1 минуты. Застегается нормальная влажность, хорошая, пропустимая, приятная, комфортная. Чтобы потом нужно было зайти и попавиться. Вот и все. Ты же не видел этого в реке? Я в шоке. Пока ждем воду. Она через 9 минут до полузни, потом снимаешь, как она включится. Это Севастополь? Да, это он самый. Расскажи про тройку Севастополь. Во-первых, какая кубатура? Что обслуживает печь? Ширина, высота или просто общая куба? Это 150 кубов у нас варная получается. Так. А почему именно Севастополь? Различные рассматривали. Он дровяной, газовый? Это в этом комплексе у нас газовая печь стоит. То есть она у нас получается из двух камней. Нефрит зелененький. Настоящий я тебе рассказывал. Это уже нефрит. Полторы тонны нефрита. Зеленого камня. А вот здесь. Давно стоит? Год уже у нас получается что ли. Год что ли. Когда у нас открытие было? В декабре. Почему именно тройка? Ну, потому что ты изучил этих вопрос хорошие достаточно. Во-первых, вы люди, которые давно это делают. Потом 7 лет это уже такая же печь стояла в комплексе. Это меня подкупило то, что там в принципе она надежная, достаточно хорошая. Во-вторых, во-вторых, во-вторых. Ой, камера села. Телефон выбило заново. Продолжаю. И тут вот как раз в тот момент, когда женский голос сказал все, начинаю проливку, пошла проливка. Ну, вот вы видите, просто по всем стенам идет пролив. Единственное, что с потолка не идет. Крутяк. Просто крутяк. Эх, вот если бы это еще и не вода была, а пиво. Ну да ладно, вернемся сюда. Тройка с Днепритом. Стоит вот огромные каменки, печка сама огромная сделана вот из такой, из такой, из такой углеродки или нержавейки. Это уже по выбору клиента. Может быть газовая, может быть дровяная. Любой каприз за ваши деньги. Можно бахнуть? Конечно. Он присел. О, невидимый пар. Несмотря на то, что дверь открыта и здесь идет охлаждение. По деньгам дорого выходит, дешево, недорого, экономично в плане расхода газа. Я вам сейчас про суда точно не скажу, но это, конечно, дешевле, чем на дровах. Это раз. Но самое главное – это суть двух за. То есть, многие говорят, что там бутна дрова, бутна дрова, бутна дрова, но, на мой взгляд, это топливо, в принципе. Если сеть правильно сделана, если даже ее будешь заправлять газовым топливом, тем самым, то есть, ты получишь тот же самый эффект, который мы, в принципе, и получили. То есть, это хорошая сеть. Первое правило. Второе – это хорошая закладка. Это нефрит. Еще раз скажу, я так люблю всем показывать, что она здесь нефрит. Здесь полторы тонны нефрита. Вот. Ну и, соответственно, третье правило – это правильно это все собрать. То есть, это обладить его правильным припечем, правильным не дышать сразу хорошо стало. Да. Да, прям хоть ложись и кайфуй. Давайте третье правило. То есть, ну, это, конечно, правильно собранная печь, правильно поставленная, правильно обложенность, правильного кирпича, правильно собранное поддувало. То есть, да, опять-таки, в соответствии с техническими характеристиками самой печи, я имею в виду инструкции, в соответствии с инструкцией печи. Вот. Снизу у нас подается приточный воздух свежий, то есть, вон там, внизу под печью остался. 110 трубу, насколько я помню, мы заложили, она у нас включена к вентиляции, сюда постоянно подается у нас воздух свежий. Думоход из нержавейки. Да, там телефон должен быть думоход. КДМ? Да. О, это правильно, четкий думоход. Безопасный. Слушай, вообще все по уму, и компьютерная интеграция, и пролив, и палки широкие. И термодерево, и противопожарка, и вентиляция, и печка грамотная. Автоматика так же включается вручную, у нас есть такая волшебная красная кнопка. То есть, если, к примеру, да, кто-то заказывает там свежие пары индивидуальные, да, вне зависимости от расписания. То есть, парик, в принципе, может подойти. Вот так вот жмаком, соответственно, включатся вот эти вытяжки, опять у нас приточки. Ты слышишь? Да. И опять по второму кругу все пойдет. Да. И мы зимой, к примеру, это тоже очень классный такой эффект дает, потому что у нас подача воздуха идет непосредственно с улицы, без подогрева, сюда. Вот. И что это? Ну и что получаем? К примеру, свежие пары он делает, да, например, там первый, второй, третий, четвертый подача. Люди раскалены, парная раскалена, очень жарко становится. Дальше он, к примеру, хочет сделать продувку, чтобы она немножко проветрить, вот так вот нажимать, соответственно, эту кнопку. У нас залповое проветривание, вот этот весь жарок он забирает, ручной режим на 2 минуты настроен. То есть, все, весь жарок сюда забирает, а снизу начинает бросать холодный воздух. И минус 30, здесь такой прикольный эффект получается, что вот, как вот, как вот, айсберг в океане начинает поднимать такой туман, достаточно такой интересный. То есть, ты сидишь, как будто в тумане таком вот, потихонечку, тяжелый-тяжелый, так холодный воздух, здесь он начинает наполняться, и очень красиво. Вот, такие вот нажимы. Я заметил, что у тебя есть здесь прибор, термометр с гемерометром, банная станция. Ну, это такая штука, тоже, мы различные, такие только не пробовали, они не выдерживают на работу коммерческой парной, Поэтому, ну, такое, все как бы именно по ощущениям, по таким вот эмпирическим соображениям, только можно что-то чувствовать. Какую температуру тут держите? Слушайте, так не скажу. Классическую 70-80 или 60-70? Давай дальше поступим, мы сейчас с тобой сюда сходим, ты потом нужно, полагаясь на свой опыт, поскажешь, комфортно мы здесь держим или нет. Не могу, не могу, вынужден отказаться по состоянию здоровья только к маме теперь, старый дед стал. В общем, ну, хоть примерно, light или пожестче? Давайте, Старфок, спросим у Парижа, подойди, пожалуйста. Привет, а скажи, пожалуйста, а вы какие температуры тут держите, ну, в принципе? Слушайте, ну, при свежем парении у нас идет, как обычно, правило 120. Оу! Да, то есть мы стараемся довести и показать нашему клиенту, что такое правильная баня, да, то есть не обжечь их, не пережечь, а сделать максимально правильный пар, чтобы люди получили самое большое удовольствие. 60 на 60. 60 на 60, но, давайте так, все знаем, что такое свежий парк, и, ну, на пятом, на четвертом у нас подходе, ну, как бы, уже, наверное, это цифра не 120, а, где-то 130, 135, бывает и больше. То есть, бывает, здесь у нас очень крепкие гости, стадары, мощные, мощные. Минуточку, внимание, просто не все знают, 120 сейчас такие, о, 120 градусов, не, ребят, это соотношение температуры к влажности, можно сделать 60, влажность 60, температура, суммировать будет число 120, можно сделать 50, влажность 70, температура будет 120, когда говорится 130, 140, это уже влажность, к примеру, ну, больше 90, вряд ли не нагонишь, все остальное температура, или, наоборот, температура 80, и остальное 50, это влажность, вот. Продолжай, это просто влажная пометка, а то скажем, о-о-о-о. Вот, и, ну, здесь мы обычно, перед началом парения, я думаю, вам уже показать, да, как, ну, у нас здесь идет пролив, включается лентобородование, мы полностью, ну, так сказать, вытещаем от старого пара здесь, ну, старый пар вытаскиваем, и, когда у нас приходят сюда люди, у нас примерно температура, обычно, в самом начале процесса идет 50-50, ну, бывает 60-40, вот. Вот, так как у нас здесь очень много полопологов, вот, например, вчера у нас был семейный день, и, скажу так, даже дети от двух до пяти лет здесь с удовольствием сидят все в кайте церемонии свежего пара, то есть, у нас здесь вот эти, light, middle и hard, да, но, опять же, скажу так, здесь очень, вот, дисперсные пары, даже на самом верху людям очень комфортно, и не было так, чтобы здесь прям люди, как говорится, у нас там уши вянут и сидят терпят, нет, здесь очень интересная продуманная баня, и поэтому здесь всем хватает всегда кислорода, даже на пятом, на шестом подходе. Пару слов про печку. Пару слов про печку. А лучше покажи, как ты и пользуешься. Как грамотно. Печка дворка при процессе свежего пара, то есть, в процессе вообще работы, когда у нас просто здесь клиенты, мы каждые полчаса находим, открыли одну печку, да, открыли вторую, да, чтобы у нас каменька успела согреться, потому что очень часто такая происходит проблема в общих парных, когда у нас заливаются наши камни, ну, потому что приходят гости, этот попарился, следующий попарился, следующий попарился, каменька заливается. Здесь очень удобно и продумано, и изначально это было продумано, чтобы каменька всегда была сухая, и камень выбирает свою оптимальную температуру, поэтому работает по одной каменьке, но когда у нас идет свежий пар, мы скрываем две каменьки, у нас уже выявлена формула правильного варенья, первые три у нас подхода, это ароматерапия, то есть, мы переносим сюда травы, чесночок, эскалипт, первые четыре, первые три подхода, это у нас по четыре ковша, и пятый уже в конце, после того, как мы прогрели и ароматизировали, и догреваем их уже при помощи нашего веры. На четвертом, пятом подходе у нас используется пять-шесть ковшей, в зависимости от клиента. Давайте покажем, продемонстрируем, как у нас работает пар, вы его прямо сейчас увидите, потому что я уже сказал, у нас очень модно дисперсный здесь пар, и вы прямо увидите поток нашего пара, потому что пролили парную, идея должна быть. Да, мы пролили парную, идея должна быть. О! Вот здесь видно, прям плотный поток, опять же, пар у нас поднимается сразу, никого никогда не ошпарит, когда здесь кто-то у нас остается. И во вторую каменьку. Ах, телефон садится. Успеем. Опять выбило телефон, ну, сами видели, мощная поддача, но интересно, что заходится за стеной, вот здесь вот. Тут общая парная, огнетушитель, огнетушитель, респект, а это индивидуальная парная. Как раз стена разделяет общую парную от индивидуальной. Заходим, смотрим. Парозахват. Вот это по красоте. Итак, что мы видим прямо вот сходу? Сходу видим, стоит на пнях мощных, мощные две, не лавки, а два мощных парильных стола, для того, чтобы пармастер мог работать с этой стороны, другой пармастер мог работать с этой стороны. К примеру, муж, жена, или там два подельника по опасному бизнесу. Пармастер один парит здесь, пармастер второй парит здесь, пармастер третий парит здесь, пармастер четвертый парит здесь. Вентиляция, музло, веники запаривают в мешках, и это правильно. Интересный вот такой вот матрас, ноунейм, как говорится. И посмотрите, еще как интересно сделано. Это соляные светильники Вудсон, которые работают в коммерческой бане на износ. Опа! По красоте. Это та самая соль, которая не оранжевого цвета, а которая темного цвета. Вот, пожалуйста. Все здесь есть для безопасности и кайфового времени проведения. Почему? Ну, потому что здесь тройка. А помимо нее, выход в отдельное помещение с заныром. Если совсем хочется охладиться, есть огнетушитель. С заныром, с подныром, с кайфом, с качениями. И расскажи про печку. Что за печка? Здесь? Да? Да, тройка. Опять тройка. Ну, а это уже 0,6. Смотрите, погоди, не открой, не открой. Смотрите, какая штучка есть. Ты открываешь вот эту штуку. Берешь. Ну, я возьму немного. Вот так вот. Хренакс. Видите, там дырочки такие. И через дырочки... Закрытые. Проходят внутрь закрытые каменки. Чтобы тебе не нужно было открывать, я имею ввиду пармастера. И фигарит туда. То есть, отсюда вода. Видишь, куда стекает? Она стекает на парогенератор. Вон туда. А там просто закрытая каменка мощная. И эта печка, так же, как и ту, которую мы видели, это все специальные печки для коммерческих парных. Так, отойди. Дай-ка бахну. И... Во! Ну, говорю, дверка, это прям вообще... Классное решение. Еще одну функцию. Вот эта штука, как раз таки, это безопасная подача, так называемая. Воды, а это безопасная бах. То есть, мы сюда ковшик кладем, воды, закрываем ее. И у нас пара выходит как раз таки вот оттуда. Во! Ну, все безопасно сделано. Все в кирпиче. Все... Не то, что гостовская проходка. Тут супергостовская проходка. Печка кайфовая для индивидуального парения. Для коммерческого. Это, повторю, тройка 0,6. А что такое вот тут вот в коричневенькой коробке? Что в той парилке мы видели, когда я спросил, что в этой. Да, это термопары, которые регулируют как раз таки подачу газа на печи. Рассказали про печку, рассказали про парную, что как устроено. И пойдем туда, куда обычным людям вход заказан. Это в женскую парную. О! Красота какая! Это у нас терраса? Тут инстаграммные инстаграммерши инстаграммируют. А тут органируют. Все для тебя, для тебя. Ты не надо, я стесняюсь. Ой! Ну-ка. Ух ты, теплая, горяченькая. Вот бы в ней посидеть, сишечку покурить, о вечном, вековечном подумать. А вот фига с два. Ни одного у меня такие мысли приходят в голову. Как говорится, вход в купель без нижнего... Да я именно хотел без труселей, с сишечкой посидеть. Ничего нельзя. Как в том анекдоте про в бане полотенцами вытираться, а этими не вытираться занавесками. О, вот ты ела-пала, спасибо, что сказали. Так. Запрещено. О! Это зона пыления. То есть отдельная. Для девчонок только? Или для мужа? Нет, для мужчин, для женщин. Потому что вот мы сейчас попали с тобой в общий коридор, который попадает как раз так и с мужского разряда, и с женского разряда. Сейчас мы отсюда перейдем в женский разряду. Ты же хотел? Хотел. Но это туалет женский. С детей туалет тоже они как бы, нет, они женские мужские в общий pourra. Мы вот в общем коридоре находимся, здесь вот как раз у нас в Мольдшино Мосте. Это, куда, откуда мы пришли? Так. То есть зал мужской, вот так, вот вся. Мы пойдем вот как раз в женское отделение. В женское отделение. Да, вот мужщины с большому нап sandy. Вот. Ой, здрасте, здрасте. У нас такое-вое… Увид guitars писал. Женщины тоже пиво пьют? Офигеть. Я-то думал, они пиво не пьют. Без комментариев. Ладно, фигуру берегут. А что еще и сал? И выпечку едят. Я-то просто человек холостяческий, я такого не видел. Ну, я думал, тут розовое все будет, а тут здесь тоже все стильно. Спокойные тона для того, чтобы человек отдыхал. То есть без резких тонов, спокойные, постоянные тона для того, чтобы спокойно прийти на свой садиться в банном отдыхе. Я видел в Яндекс.Картах фитнес-клуб свой. Мужская раздевалка это вот такие вот толщины шкафчики, а женская это все розовые, огромные шкафчики, десяток туалетов. У вас так же все несправедливо. Давай зайдем посмотрим. Справедливо, просто фенов побольше, нет? Да, отдельная зона у них здесь еще есть, а вот два фена стоят уже. Но девочки есть девочки, для них, конечно, мы сделали побольше. То есть у нас там, тем не менее, какие-то индивидуальные принадлежности есть. Да, здесь еще более уютно. Вот парни, вот такая вот в жизни несправедливость. Ну ничего, как-то вот. Как-то вот надо это все пережить, принять, осознать. Вход запрещен, туда не пойдем. Это, да, это, друзья, так называемый публик для фото-минвентаря. Ну это оно, да, оно. Не, ну посмотрите, им сразу же кедровую купель, чтобы для похудания. Музыкам кому-то худеть не надо. Офигительная вещь. Офигительно. Эти, он, наверное, открыл. О! Пока не работает, но заработает. Потому что без воды. Не, ну им-то, смотрите, девчонкам-то, а! Девчонкам-то бентут поставили. Самая дорогущая, самая роскошная. Я же, правда, бентут. О! Это такая, ребята, вещь вечная. Один раз купил и забыл. Специальный лак, специальная краска. Ладно, парни, ликуем. У них всего лишь один обливник. А у нас три, два, два. Еще слева. Где? Где это? Нет, у нас шайки поинтереснее. У нас они стильные, а здесь разноцветные. Ну, смотрите, они зато могут посидеть тут, а мы не можем посидеть. Ну, это скром как раз-таки, то, что блюдо... Девочки, то есть это именно, в принципе, для этого круг проработано это пространство, то есть есть у нас там 3-4 зоны дескальбирования, можно индивидуально, да, общая зона дескальбирования тоже здесь есть такая индивидуальная, то есть все подогреваемо, все, чтобы было тепло, но, ну, девочки есть девочки. Им даже вентиляцию с улицы, а не через трубы. Вентиляция, это вон она. И также есть у них, чтобы бактерий тут не было, точечные светильники уже белого цвета, большие, шарообразные, у нас маленькие, вешалки даже есть деревянные, все по красоте, тоже безопасность. Ну, и та же самая автоматика стоит здесь. Ну, зато здесь более классические, не как у нас нарядно, торжественно, пафосно, а классически стильно. Вагоночка, вот это вот, забыл, как профиль называется, двойной, все светлое, тонах таких желтеньких, это водичка или сухотруб? Да, это сухотруб с автоматикой, в том отделении, с автоматически продуманным или объемом. Широкие полки среднего яруса, узкие, где посидеть, тут полежать, тут посидеть, тут отдохнуть, тут температуру в себя впитать. Все безопасно, веники дают вкусный запах, за температуру отвечает датчик. И, опа, опять тройка, та же самая, которую видели для коммерческих парных. О, вот оно, все есть, все шикарно, остается только дать подачу. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, тут можно пальцем открыть. И отсюда вот пар выходит, так что все по красоте. Точно такая же печка, все точно такое же, все как у мужиков, только более светлое. Ну, что сказать. Мощно, мощно. А у девчонок только одна парная или есть еще какая-то общая, там, не знаю. Одна, у них парная. А вот так и по делам. Вот и мы по делам, очень даже хорошо порадовался речка. Повторю, все идентичное, кроме дерева дизайна и цвета. Красота. Пойдем смотреть что-нибудь еще. А потом вышли такие, хоба. Вот, нормально, тепленько, не холодно. Но очень вот это роскошнейшая вещь для похудания. Прямо, если меня нечаянно смотрят девчонки, там, по-моему, что-то меньше процента зрительниц у меня. Вот, рекомендую. Больше всего рекомендую кедропромовский. Вот такая вот вещь, хоть дома ставь. Кстати, заметили, какая чистота везде? Прямо в службе клининга от меня премия 5000 рублей. Но за ваш счет умеют убираться, любят, я чувствую. Прямо все по красоте. Потому что, нет, мне все-таки интересно, что же женщины едят-то? Как меня они наругивают за пельмени, да и не у меня одного. Смотрите, старые жигули употребляют. Кока-колу. Так, ладно. А я думал, это вот это все то, что обычно для девчонок булочки, треугольники с говядиной, борщи. А что же они нам-то говорят, чтобы мы воблу не ели, чтобы чеснок не едали, а то от нас пахнет. Какие они обманщицы, а? Ай-яй-яй. Астагу в фирулях. А тут что есть, тут ничего нет. Тоже хорошо. Короче, мы теперь парни выяснили, главное, они едят то же самое, что и мы. Вот женский разряд. Вот здесь. Вау. Вот мужской разряд. А вот выход. Все мы посмотрели. Здесь, кстати, офигительные ролики. Крут. Про парение там и не только. Остается выяснить, где мы находимся. Территориально. Город Казань. Десятый микрорайон. Прямо остановка у нас здесь такая. Десятый микрорайон улица. Фучика, 64Е. О. Так что, велкам. Офигительное место в Казани. Ссылки снизу. Казань. 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 Казань.